Перевозка детей без специальных удерживающих устройств подвергает опасности жизнь вашего ребенка. Инспекторы ГИБДД регулярно проводят разнообразные рейды и профилактическую работу в надежде донести эту истину до автолюбителей. За 7 месяцев в Ленинском районе произошло 7 дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Минувшие выходные пострадал ребенок пассажир автобуса. Он бегал по салону и при резком торможении получил травмы. В связи с этим сотрудники госавтоинспекции решили провести рейд, чтобы напомнить водителям о правилах перевозки маленьких участников движения. И даже если вы едете не на собственном транспорте, а на такси, водитель обязан предоставить вам детское кресло. Достаточно заранее предупредить оператора, что поездка будет совершаться с ребенком. Ребенок должен находиться рядом с родителями, сидеть рядом с ними. Родители должны держать своего ребенка. Если он маленький, то у себя на коленочках. Если он взрослеет, то рядом на посажерном сидении. А вообще у нас предусмотрены ремни безопасности при перевозке детей в такси маршрутных. А в автомобиле, мы уже не раз говорили, ребенку должен находиться до 12 лет в специальном детском удерживающем устройстве. Оправдания, почему ребенок сидит без кресла, разные. Самое распространенное – отсутствие места. Два кресла в одну машину не поместятся. Куда с акцентом родить? Штраф за нарушение перевозки детей в автомобилях составляет 3000 рублей. Для некоторых автолюбителей это не такие большие деньги, и они платят его снова и снова. Но порой не догадываются, что если злоупотреблять своими финансовыми возможностями, можно лишиться родительских прав. При повторном нарушении родители привлекают к административной ответственности. И чем больше таких нарушений, вероятность остаться без ребенка во всех смыслах увеличивается. Прежде чем сесть за руль и садить маленького ребенка в детском детском детском, можно тысячу раз подумать, что сможет они безопасность, не смогут. В принципе, если подусмотрена статья детская 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 удерживающая устройство, то оно должно быть. Радует, что все-таки большинство водителей перевозят детей до 12 лет с использованием специальных удерживающих устройств. Некоторые даже клеят на автомобиль предупреждающие надписи о наличии в салоне ребенка. На сегодняшний день 80% автомобилистов соблюдают правила. В ходе рейда было выявлено всего два таких нарушения. Скажи, пожалуйста, ты хочешь ездить в кресле специально удерживающей для деток в машине? Да. Юлия Погосяна, Евгений Петров, Екатерина Чернышева. Видно этого.